Итак, мы продолжаем читать эту книгу. Это летопись освящения имени Творца при этой самой нашей советской власти. И на последнем уроке я рассказывал вам про великого праведника Берла Гуревича, который отсидел 10 лет за то, что он достал фальшивые документы и пытался отправить своих сыновей через Польшу в Израиль. И вот он переписывался с Равицкаком, он жил в Москве. И когда он вернулся, его сыновья выросли. И как и опасался отец, кто-то из них попал под влияние коммунистической идеологии. Рэп Берел делился в письмах со мной своими переживаниями, и я хорошо понимал его. В конце концов, только его слезами, все три его сына стали крепкими в вере. Один из них позднее переехал в Ташкент. Он был учителем моей дочки Хавы, занимался с ней хумышем, пятикнижем. А потом вся семья приехала в Израиль. Рэп Берел не только дождался этого времени, он прожил в Израиле 17 счастливых лет и умер в возрасте далеко за 90. А с каким уважением относились к нему дети и внуки, вы представить себе не можете. Последние 17 лет у него были, как у нашего праотца Якова, когда он приехал в Египет и жил в земле Гошин, и видел, как его дети и внуки продолжают идти по его пути, и видел сыновей Йосефа, которые, несмотря на то, что выросли в Египте, в стране идолов, были великими праведниками. Так вот, так же и у Рава Берла Гуревича последние 17 лет ни одной неприятности. Он молился, собирал деньги на благотворительность, учил людей Тори. Помню, он говорил, дети у меня хорошие, но вот моя невестка Бейла никому с ней не сравнится. О ней я знаю такую историю. В Советском Союзе она кончила бухгалтерские курсы и сдала почти все выпускные экзамены, кроме одного, который пришелся на субботу. Но этот экзамен она не пошла. Предпочла остаться без диплома на всю жизнь. Мы с Рав Берлом не раз виделись в Кваркабаде, там, где он жил. Раз как-то я приехал туда на свадьбу, мы встретились, и я ему сказал, что через пару дней приеду снова. Но что-то не выкрутилось, я не приехал, и это оказалась наша последняя встреча. Через два дня Рэб Берл умер. Благословена его память. В лагере под Казанью отсидел 10 лет польский еврей Натанель Шмуклер. Рав Натанель Шмуклер из Вильна. За что? Он учился в Ешиве в Польше. А когда пришла советская власть, он сказал, ну, не то слово, что-то. Жительница Казани, которая носила в лагерь передачи зятю, как-то принесла мне записку от незнакомца. Это был Рав Шмуклер. Я стал посылать ему через нее передачи. Выйдя из лагеря, Рав Шмуклер остановился, конечно, у нас. Ему нужна была срочная операция, и мы нашли врача. Меня не было в городе, когда, выйдя из больницы, Рав уезжал в свой родной Вильна. Провожать его пошла Гита. Она несла чемодан. Раву нельзя было поднимать тяжести. А в городе в этот день бушевал страшный ураган. Возвращаясь из Москвы, куда я ездил по делам, я видел его последствия. Опрокинутые телефонные столбы, перевернутые лодки, поваленный лес. Дети остались дома и очень переживали за маму. Но все обошлось. Из Вильна Рав Шмуклер написал мне, что появилась возможность ехать на родину в Польшу. С дальним прицелом, конечно, чтобы приехать в Израиль. Но жена его не хочет, ведь у нее все родственники в России. Я прочел это письмо в трамвае, тут же сошел и побежал домой, чтобы немедленно написать ему ответ. Я писал в расчете, что и его жена прочтет это письмо. Не понимаю, писал я, обращаясь якобы к Раву. Почему вы мешаете нашему другу на тоннелю ехать домой? Вы ждете, чтобы его забрали? Было очевидно, что его опять могут арестовать. И вы знаете, письмо подействовало. Вскоре Равнатонель подал документы на выезд, и он действительно чуть с этим не опоздал. К счастью, разрешение на выезд было уже получено, когда он получил приглашение в КГБ. Он едва успел уехать. Этот знающий человек одно время был даже раввином в Тель-Авиве. Рав Шмуклер предложил мне взять с собой Бенциона. А моему сыну было тогда 7 лет. Он считал, что за границей Бенцион получит полноценное воспитание и образование. А в Советском Союзе это невозможно или во всяком случае очень трудно. Я колебался, но все-таки не послал сына с ним. И до сегодняшнего дня не жалею. Прошло время. В 1972 году мы приехали в Израиль. И как-то Равнатонель рассказал мне с некоторой ноткой обиды, что он зашел к Бенциону, в Ешиус-Лаводка, где тот учился. И разговор у них начался так. Здравствуй, Бенчик. Здравствуй, Бенцион. Ты меня узнаешь? Да-да, здравствуйте, здравствуйте. Я рад, что вы пришли. Но вы меня очень извините. Давайте выйдем из Ешивы и поговорим на улице. У нас закон. Ешива – святое место. Она только для изучения Торы. А разговаривать на будничные темы или делать расчеты нельзя. Ух, какой он у тебя ревнитель, канай! Сказал мне Рав Шмуклер. Какой он строгий, твой Бенчик. То есть Равыцкак даже в России сумел воспитать сына, что он был, и мы это знаем, учителем для других. А сейчас я хочу вам рассказать про праведников, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы подпольно продолжалась еврейская жизнь в Советском Союзе. Рабьянкел Журавицер и его сын Мендл. Рабьянкел Маскалик Журавицер, выдающийся хасид Хаббада. Он был человек-легенда. Когда власти начали закрывать синагоги, Рабьянкел по всей стране организовал тайное обучение еврейских детей. Хасиды Хаббада были в этом деле великие мастера. Рабьянкел был одним из организаторов группы Ахим, братья. Их было 11 человек. Они и вправду были друг к другу, как братья. Они поддерживали семьи заключенных, просто евреи. Собирали цдаку, пожертвования для тайных Ешивы в Мариной роще, которая действовала в трудные 30-е годы. В Ешиве было всего несколько учеников, и они жили прямо там, в синагоге, практически не выходя. Один из этих учеников сегодня живет в Нейбраке. Рабьянкел ездил по городам, организовал учебу, помогал реставрировать миквы, находил для людей работу надобниками, чтобы они могли не работать в субботу. Его постоянной заботой были эти три вещи. Учеба, миква, работа на дому. Сам он был очень бедным, но на это всегда ухитрялся найти деньги. Рабьянкеля арестовали. И с тех пор никто не знает, где его кости. Так я написал, а на днях у меня в гостях был его внук, Роувен Альперин. И он сказал, что недавно семья Янкеля узнала. Его расстреляли в декабре 1938 года. В НКВД. Его сыну Менделю после ареста отца приходилось скрываться. В 1954 он прятался у меня. Бенциону было тогда пять лет, но он уже учил Тору. Как-то смотрит Мендел с Бенчиком Хумеш и показывает ему слово «Лот» имя племянника Авраама. Менчик читает. Вот «Лот», вот еще «Лот». А тот захотел подшутить над ним и говорит, знаешь что, если найдешь еще одно слово «Лот» где-нибудь дальше, после главы Ваейра, Берешин, «Я дам тебе рубль». А имя «Лот» после этой главы нигде в Торе не упоминается. Бенчик тут же открывает ему Хумеш, далеко после Ваейра, и показывает ему слово «Лот». Это говорится о растении «Лот». Он нашел моментально. И ничего ему не оставалось делать, как дать Бенчику рубль. Мендель Москалик прятался у нас больше месяца, а потом вернулся в Москву. В начале 70-х, когда евреи стали выезжать из СССР, он помогал им материально. Не собирал или добывал для отъезжающих деньги, а давал свои, те, что зарабатывал. Бог ему помог. Ему хватало не только на себя, но и на помощь другим. И вот я хочу рассказать вам. Его нашли убитым на улице в Подмосковье. Также случайно погиб сын Костромского Шойхита, у которого, выйдя из тюрьмы, жил Любавичский Рэбе. Рэбе уехал в Америку. Шойхит умер. А его сын, который, кажется, был юристом, стал очень толковым ходатаем по всем религиозным делам. Я не помню ни имени его, ни фамилии. Только помню, что по поручению нашей общины из Казани он поехал в Москву, чтобы ходатайствовать за нас. И вот в вагон вошли двое человек, вывели его в тамбур и выкинули из несущегося поезда. Это реальность. Когда спрашивали Раф Бен Сиона, Зильбера, скажите, что вы можете рассказать про время, в которое вы жили? Он сказал, я родился уже в хорошее время, где-то в конце сороковых. Тогда уже за веру не расстреливали, а только сажали. Равыцкака посадили в 51-м году, а он вышел, когда Сталин подох, в 53-м. так что это только сажали. Тот, кто шел за веру и знал, что его может ждать смерть. Великие праведники, что память о них была благословена. А сейчас мы должны начать девятую главу, в которой говорится про то, как Равыцкак на протяжении всей своей жизни был подпольным евреем. Я помню, после одного семинара я привел к Равыцкаку 14-летнего мальчика, который мама после семинара решила стать религиозной. И он спросил, как ему себя вести, ведь он учится в особенной школе в Хайфе для талантливых детей. Он не может ходить в кипе. Ну, например, если он будет есть хлеб, как он может сказать благословение после еды? И Равыцкак научил его, ты наденешь кепочку, ну, бейсболку, можешь перевернуть ее назад и подняться там, где на верхнем этаже чердак. И там тебя никто не увидит, ты можешь спокойно сказать Беркат Амазон. То есть, быть подпольным евреем в социалистическом государстве Израиля. как Равыцкак, почти 20 лет преподавая в советской школе, ни разу не нарушил субботу. Я учительствовал около 20 лет. Эта глава называется «Мои секреты». Как я соблюдал субботу, когда преподавал. с 41-го по 60-й. И когда Равыцкак посадили, он пишет, и прервал эту деятельность не по своей воле, Ну, посадили. За два десятилетия я выработал массу приемов маскировки. Поделюсь с вами. Пусть они вам никогда не понадобятся. Моими секретами. Первый и основной принцип «Всю неделю я работаю на субботу». Собственно, я этот принцип не придумал. Так оно и полагается все лучшее из того, что у нас есть. Лучшую пищу, лучшую одежду мы должны оставлять на субботу. Неделя и должна быть подготовкой к субботе. К шаббесу. В начале недели я старался рассказать своим ученикам побольше, дать ученикам весь запланированный на неделю материал, чтобы в последние дни мы могли только решать задачи, примеры, а не обсуждать новые темы. Накануне субботы я заранее заполнял журнал, указывал темы уроков, проставлял оценки ученикам, которых я намечал спросить, и старался запомнить их фамилии. Это можно было сделать и задним числом, скажем, понедельник, но я подстраховывался. На всякий случай, если придут какие-то проверяющие, мог прийти зауч школы, директор, инспектор из Горано городского отдела народного образования, или кто-то из института усовершенствования учителей, чтобы перенять опыт. Рабинсион он рассказывает. Мама работала и тоже преподавала в школе, и она попросила зауча составить расписание так, чтобы в пятницу вечером у нее не было уроков. Вам надо, вы и составьте расписание, обрадовался зауч. Он обрадовался, что может такое нудное дело перевалить на кого-то другого. Мама и составила. учла и удовлетворила пожелания всех учителей. Все были довольны, кроме одного зауча, который стал посматривать на маму очень косо. Он волновался, не метит ли она на его место. Так рассказывает Рабинсион про Рабанит Гиту Зильбер. Так вот, Равицкак продолжает. Я убедился и могу утверждать, что Творец, если он подвергает испытанию человека, он дает ему силы это испытание выдержать. Было бы желание. Нельзя сказать, я вынужден был украсть, убить, ограбить. Так не бывает. Если бы человек знал, что ему придется заплатить за это 20-30 тысяч долларов, 40, он точно бы удержался. Вы скажете, неудачный пример. Человека тюрьма не остановит, а деньги его остановят. А я говорю, остановят. Деньги сильнее, чем тюрьма. За деньги убивают. Тот, кто не боится Бога, все сделает за деньги. И от многого за деньги удержится. А если не удержался, значит, не хотел. Но силы устоять перед испытанием всегда есть. Равыцк часто на семинарах, на которых мы были вместе, он говорил, советские люди вышли из страны, где все воруют. Надо продолжать это делать и в Израиле. Но что нужно воровать? Красть время для Торы. Я должен признаться, пишет Равыцкак, я много обманывал советскую власть, много времени у нее украл. В субботу я всегда являлся в класс с опозданием минут на десять после звонка. Независимо, ждет ли меня там контролер или нет. Это был мой второй рабочий принцип. Как это долго дать час, я просто не знаю. Ну вот я вошел в класс. Суббота. Инспектор уже сидит на задней парте, ждет. Я вдруг спохватываюсь, ой, забыл журнал. Отправляю кого-то из учеников за журналом. Ну вот, журнал доставлен. Предлагаю принесшему отметь кого-то нет в классе. Обычно это делает учитель. А сам я наверстываю время. Велю ученикам открыть задачники и называю номер задачи или примера. Один ученик решает у доски, остальные в тетради. Теперь представим себе, что ученик у доски забыл или не знает формулу. в любой другой день я бы подбежал и написал сам формулу на доске. Но суббота нельзя. И я поднимаю одного, другого, третьего, пока кто-то не напишет. И так я веду весь урок. Только примеры и задачи. Третий принцип касался тактики действий с учениками евреями. Это ведь тоже надо заранее обдумать. В субботу я евреев к доске не вызывал. А к сидящим за партой подходил и говорил, тебе тема сегодняшнего урока понятна, можешь не писать. Что интересно, инспектировали меня не раз и неизменно попадали на уроки в субботу или в праздники. И я получал самую лучшую оценку. Лучшую. инспекторам очень нравилось, что учитель только руководит классом, а весь класс увлеченно работал. Потом, после урока, спрашивают, ну а как насчет оценок? Я велю принести журнал и показываю. Вот видите, Федоров ответил на все вопросы, ну не совсем, получил четыре. Хорошо. А Андрей с несколькими вопросами не справился. Я поставил ему тройку, ну что ж, справедливо. А оценки были поставлены заранее, в пятницу, до захода солнца. Этим своим правилам я следовал постоянно. Ну, ситуации были разные. Скажем, выпал на субботу государственный экзамен. Знаете, как он организуется? Учитель приходит в школу заранее, комиссия вскрывает специальный конверт с задачами и передает ее учителю и двум ассистентам. Задачу следует решить самому учителю, а затем написать на доске ее условия. Написать также примеры и ждать, пока задачу и примеры не решат школьники. Экзамен продолжается шесть часов. Тут, конечно, трюки, разработанные для уроков, не подходят. Как быть? Но писатель, разумеется, всегда предлагал ассистенту у тебя почерк лучше, а решение я тебе продиктую. Ассистенты обычно это устраивают. Я диктую, а он записывает на доске, и все в порядке. Но что делать, если среди тех детей, которых экзаменует ученик еврей, как я поступал в таких случаях в классе, я уже говорил, но на экзамене по-разному выкручивался. помню одного паренька, семья которого приехала в Казань из Биробиджана. Он было собрался писать, но я ему сказал, иди домой, я тебя знаю, оценку я тебе поставлю потом. И сошло. Случались и курьезы. На субботу у меня было много патентов, но однажды, в субботу, перед экзаменом, когда занятия уже закончились и ждать инспектора не приходилось, я пошел давать консультацию, что называется с голыми руками, невооруженный. Я тогда работал в Ленинградском учетно-кредитном технике, который во время войны эвакуировали в Казань. Это было в субботу, 26-го тому за 45-го года. Первый йорцайт моего отца. В 6 утра я помолился в первом миньяне, там же сказал кедуш на двумя кусочками хлеба и к восьми побежал в техникум, начиная отвечать на вопросы, тут вбегает директор, а в руках у него лист с какими-то подписями. Исаак Яковлевич, так меня официально звали, потому что мой отец, когда он поменял паспорт и стал из Циюни Зильбером, он поменял имя, его стали звать Якова. Так вот, обращается ко мне директор и говорит, эту бумагу необходимо до 9 сдать в Министерство просвещения. Все подписались, только вашей подписи не хватает. Подпишитесь, и я убегаю. Ну, что прикажете ответить? Борис Лавович, говорю, ребята очень нервничают, у них экзамен на днях, а я как раз отвечаю на вопросы. Не хочу прерываться. Минут через десять зайду к вам в кабинет и подпишу. Ну, он отправился к себе, а я поспешно извинился перед учениками, разболелась голова и удрал. Прихожу в школу в понедельник, директор недоволен. Ну, что с вами стряслось? Я ведь ждал несколько часов. Ой, ой, простите, пожалуйста, так голова разболелась, что я совсем забыл. И это еще пустяки, ерундовый случай. И так было всю жизнь. Редактор субтитров Корректор Продолжение следует...